Всем привет дорогие друзья, на связи GrimOptimist и в сегодняшнем видосе мы с вами обсудим грядущую битву блогеров 2020. Во-первых, мы с вами уже точно знаем полный список всех участников битвы блогеров, а во-вторых, мы с вами знаем примерную дату начала этого мероприятия. Как мне кажется, друзья, здесь действительно есть что обсудить, поэтому приступаем. Данное видео вы, кстати, смотрите благодаря сайту whatkit.com. Здесь миллион игроков уже выигрывают свои премтанки или огромное количество золота всего лишь за 149 рублей. Призы буквально в каждом сундуке без пустых контейнеров. А еще здесь каждый день происходит розыгрыш 5000 золота. Попробуй бесплатно. А ссылку на сайт и мой промокод на плюс 15% к сумме пополнения ты найдешь в описании и в закрепленном комментарии. И начать мне, наверное, хотелось бы со списка всех кандидатов битвы блогеров. Первый у нас это, конечно же, Левша. Он победил у нас год назад в битве блогеров 2019 и ему не пришлось проходить отборочный тур. То есть в ВГ его поставили в финальный этап автоматически. Просто как человека, который победил год назад. Ну, действительно, это вполне себе оправданно, как мне кажется. Зачем заставлять человека проходить снова через отборочный тур, если и так ясно, что люди его очень массово поддерживают. И так понятно, что он туда пройдет. То есть просто человека избавили от лишнего головняка. Ну и кроме того, Левша себя зарекомендовал как со всех сторон такой положительный персонаж. Я его, правда, давно не смотрю, но это бывший киберспортсмен, это блогер, стример. Учит людей играть, сам играет хорошо. Не был замечен в каких-то лютых срачах. Как бы не был замечен за оскорблениями какими-то. В общем, вообще какой-то грязи. Такой весь из себя, ну, я бы сказал, положительный персонаж, к которому особо и не прикопаешься. Вот, ничего плохого я про Левшу сказать не могу. Когда-то давным-давно я его сам смотрел. Вот сейчас уже особо не слежу за его творчеством, но отношусь я к нему вполне себе хорошо. Мне кажется, это такой, знаете, идеальный кандидат для тех, кто просто хочет играть лучше, научиться. Пытается вообще как-то включать голову во время своих игровых сессий в World of Tanks. Но при этом все-таки старается держаться подальше от всех этих вот срачей, всего этого ютуберского танкового говна. Вполне себе, как мне кажется, блогер нормальный и я вполне себе понимаю людей, которые топят именно за Левшу. Кстати, уже стал известен цвет команды Левши. Он такого синевато-фиолетового цвета. Вот так вот все это дело будет выглядеть. По-моему, смотрится нормально вполне себе. Второй в списке кандидатов на битву блогеров у нас Amway921. Очень старый блогер по World of Tanks. Начинал он еще давным-давно, там году, наверное, в 12-м. Как к блогеру я к Паше отношусь вполне себе нормально. Контент он делает, конечно, довольно однообразный с моей точки зрения. Но многим нравится. Ничего плохого в его роликах я не замечал. Люди смотрят, люди его довольно активно поддержали. Он занял в отборочном туре второе место. И я считаю, что вполне заслуженно он попал именно в финальный тур. Тут без всяких, как говорится, претензий. Ну, как к человеку к Паше я отношусь уже не так хорошо. Но это, в принципе, никого особо не касается. Но просто топить я за Amway точно не буду. Цвет его команды зеленый. Что, в принципе, логично, как мне кажется. Я вполне могу понять людей, которые будут именно в его команде. Поскольку блогер популярный. Контент простой для понимания. Массовый. И вполне себе логично он смотрится в списке именно финалистов. Соответственно, я думаю, что шансы на победу у него, скажем так, неплохие. Далее у нас идет скандально известный Корбен Даллас. Кстати, тут то ли ВГ, то ли еще кто решили немножко стебануться. И дали ему цвет команды розовый. Ну, возможно, это просто такой легкий троллинг. Ну, в общем, смотрится довольно забавно. Вот. Как бы кандидат от народа. Если кто-то в это еще верит. Ну, видимо, есть такие. Ничего не буду говорить. Потому что фанатов Корбена Далласа лучше, как говорится, не трогать. А то засрут потом все комментарии. Так что, в принципе, он прошел отборочный тур. Уж не знаю, там, с помощью чьей ты или без помощи. Не суть важно. Прошел, значит прошел. Значит, вполне себе заслуживает того, чтобы быть в списке финалистов. И я думаю, что шансов на победу у него самого, если взять по себе, не очень много. Ну, что-то мне подсказывает, что, возможно, кто-то в этом еще поучаствует. Тут, ладно, не буду продолжать. Поскольку, как говорится, пруфов-то у нас никаких нету, да. Есть только куча, скажем так, косвенных доказательств, да, и догадок. Поэтому ничего не будем говорить. В общем, посмотрим, как Корбен себя покажет уже в финальном туре. Что там да как пойдет. Я не удивлюсь, ребята, никакому результату. Ни если он будет на последнем месте, ни если он будет на первом. Потому что и то, и другое вполне себе может получиться. И то, и другое можно будет вполне себе легко и без напряга объяснить. Сам я, конечно, топить за него никак не буду. И так я уже задолбался, друзья, даже у себя на канале, чистить призывы его адептов голосовать за кандидата от народа. Ну и последний у нас в списке, это, конечно же, Юша Протанки. Цвет его команды такой бирюзово-голубой. Конечно же, сразу пошли определенные шутки. У нас же у людей голубой цвет только с одним ассоциируется, как вы понимаете. Напоминаю вам, что Юша Протанки это кандидат, который в отборочном туре занял первое место. В том числе, благодаря своему модпаку. Из-за этого было очень много срачей. Но в итоге в ЭГС сказали свое слово, что мы не против такого метода продвижения. Ну и Юша с большим отрывом занял первое место. Как мне кажется, Юша будет таким методом пользоваться и в финале. И, соответственно, у него автоматически сразу появляются очень неплохие шансы на победу. По крайней мере, не меньше, чем у Левши или Амвы. Там, ну, про Корбана не знаю. Тут слишком все мутно, друзья, чтобы делать какие-то выводы. И это, наверное, тот кандидат, за которого лично я буду играть в игру. Никого не призывая, просто я вступлю в его команду. Однозначно, ровно по одной причине. Это блогер, который меня поддержал и поучаствовал в моей рубрике «Железный грим». Причем поучаствовал, по сути, на равных. Вот. И также он мне еще дал довольно много дельных советов вообще в целом. Поэтому я буду играть за него. Никого, еще раз повторюсь, не призывая вступать в его команду. Это ваше дело, за кого хотите, за того играйте. Просто я знаю 100%, что меня будут спрашивать, за кого я буду играть. И это, как вы уже поняли, будет однозначно Юша про танки. Теперь давайте поговорим о том, когда начнется все это безобразие. Точную дату мы не знаем, но это самое-самое начало февраля. То есть, буквально спустя чуть-чуть после выхода патча 1.7.1. То есть, стартует не с момента выхода патча это мероприятие, а немножко попозже. Сколько продлится, пока сказать так же сложно. Я думаю, примерно столько же, сколько и год назад. Регламент мы точный пока так же не знаем. Но я не думаю, что в ЭГе будет что-то сильно усложнять. Именно для тех, кто будет болеть за свою команду, будет играть за свою команду. Я не думаю, что будет там прям какой-то лютый трэш. В любом случае, друзья, посмотрим, чем все это закончится. Лично я думаю, что победит либо Левша, либо Юша Протанки. Это два, с моей точки зрения, основных кандидата. Вот на втором месте, скажем так, у нас идет Амвэй. Ну и в конце Корбан Даллас. Но это при условии, если все будет честно. И мы не увидим опять каких-то очень странных, таких вот совершенно нелогичных совпадений. В любом случае, друзья, пишите в комментариях, за кого вы будете играть. В чью команду вы вступите. Как вы считаете, кто победит. Также поделитесь своими какими-то мыслями по этому поводу. Напоминаю, что в описании под роликом есть ссылочки на пакеты Twitch Prime. Если все еще не купили, хотите получить кучу ништяков за соточку, буквально можете это сделать. Там проверенный продавец. Уже очень много людей купили. И все довольны, пока не было ни одной жалобы вообще. То есть все там честно, никого не кидает. И все нормально. Ссылки в описании. На этом все на сегодня, друзья. Спасибо за внимание. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь, комментарии, в группу ВКонтакте вступайте. Колокольчик, все дела. Всем до скорого, друзья. И всем пока.